Атаман 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 Прошло 24 года, но память о той войне по-прежнему жива и болью отзывается в сердцах неравнодушных людей. От имени родителей солдат, погибших в локальных войнах, к участникам мероприятия обратилась Надежда Обух. От имени родителей погибших, от участников боевых действий, слова благодарности главе нашего района, главам станиц и администрации, всем вам, дорогие мои, кто пришел сегодня разделить с нами эту скорость, низкий вам поклон от матерей, от отцов и от родственников. В знак вечной памяти о погибших солдатах, с честью выполнивших свой долг, объявили минуту молчания. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Очередное рабочее совещание прошло в зале районной администрации. Открылось мероприятие о вручении первых паспортов гражданина Российской Федерации. Долгожданный документ ребята получили лично из рук главы муниципалитета. Первым вопросом на встрече обсудили ход выполнения мероприятия по розыску призывников, уклоняющихся от военной службы. Самые низкие показатели в районе наблюдаются в Северском районе. Так, из 80 призывников на призывной пункт явилось 15. Лучшие показатели по явке зафиксированы в Ильском, Черноморском и Афибском поселениях. В ходе обсуждения ситуации главам поселений были даны указания усилить работу с призывниками. Об исполнении консолидированного бюджета Краснодарского края и местных бюджетов по доходам в Северском районе за 10 месяцев 2018 года рассказал начальник финансового управления Дмитрий Гостев. Всего в консолидированный бюджет края по Северскому району поступило налоговых и неналоговых доходов 2 миллиарда 347 миллионов рублей, что значительно ниже прошлогодних показателей, составлявших свыше 3 миллиардов. Основная причина – значительное снижение платежей по акцизам. Основным плательщиком акцизов является Ильский нефтеперерабатывающий завод. По темпам роста среди муниципальных образований Северский район занимает 19 место. По выполнению плановых показателей 20-е. Совокупный доход городских и сельских поселений увеличился почти на 20 миллионов рублей. В рамках совещания обсудили итоги организации работы по патриотическому воспитанию молодежи в 2018 году, а также ход выполнения работ по замене 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства. По направлению Северский район Краснодар возобновлен льготный проезд для отдельных категорий жителей края. Как сообщил заместитель министра труда и социального развития региона Сергей Горкуша, с 2005 года по направлению Северский район Краснодар действовал льготный проезд. В текущем году льготы планировали отменить. В ходе 16-й сессии ЗСК депутаты приняли изменения в региональном законе, который предусматривает возобновление льгот на указанном маршруте за счет бюджета Кубани. Этой мерой соцподдержки могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны и их вдовы. Ветераны труда – жертвы политических репрессий. Люди с ограниченными возможностями здоровья – женщины, достигшие 55 лет, и мужчины старше 60 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»